Ну кто догадается ребенку грудному дать обезжиренный творог? Я думаю, что никто. Ребята, оранжевый, там где оранжевый цвет, там очень много калия, а калий необходим для сердечно-сосудистой системы. Я как кардиолог всегда топлю за калий, так скажем. Для вашей породы особенно? Никто не знает, какая у меня порода. А, вот тут мы секретик раскроем. Хотите, раскрою секрет, которым до сих пор пользуются, между прочим, спортсмены. Значит, смотрите, ребят, я вам раскрываю секреты старого собаковода Досафовского. Вот, вот так вот катаете шарики, шарики складываете в баночку, кладете в холодильник. Вот это витамины, в которых буквально все содержится, микроэлементы, все магникалии, натрия, все на свете. То есть, для моей конекурса мне нужно прям 5 снеговика скатать. Но самое главное, я вам сейчас покажу свой секретный ингредиентик. Если это шерстяная собака, то обязательно витамины группы В. Либо включать даже в сухое питание, вот это в среднее кормление, которое мы говорим в среднее. Вот обязательно включать вещества, содержащие провитамины. Что такое провитамины? Это вещества в процессе пищеварения, которые в желудке, в кишечнике превратятся в витамины. Что полезно? Морковка вареная, не сырая. Не сырая. Нет, не сырая. Такая полувареная. Ну так, если морковка варить минут 15. Значит, морковка, авокадо, болгарский перец уже говорила. Желтого цвета. Желтого, оранжевого, не путайте, оранжевого цвета. Дальше. Значит, сухофрукты. Ребят, сухофруктов, калий, магний, натрий, группа B, вся. Вот это так полезно. Это шарики. Это шарики, шарики, о которых мы говорили, да. Сухофрукты. Ну вот с орехами тут, ну вот мы в шарики-то орех грецкий положим, да. Вы знаете, где больше всего количество кальция? 1500 единиц. В кунжутном семени. Ни мел, ни, допустим, препараты какие-то не содержат столько кальция, сколько содержится в кунжутном семени. Понимаете, это самый такой у нас продукт, несущий кальций в организм человека. Мне кажется, что мы сделаем отдельное видео по этим всем микроэлементам. Марина, подскажите, как переходит рацион питания от ченка к зослей собаке? Мы взяли щеночек, кормили его там, допустим, сколько-то там, 4 раза в день, да. Потом мы, наверное, сокращаем, увеличиваем дозу, наверное, да, сокращаем питание, ну и сокращаем кормление, этапы кормления по времени. Как это происходит? Значит, что хочу сказать. Я сторонник трехразового питания. Прямо с щенка? С щенка, с двухмесячного, да, когда вы вот его купили. Вы знаете, вот тут проблема в том, что щенок, бывает, не успевает проголодаться. Ведь щенок должен есть с аппетитом, да. И вот зачастую вот это четырехразовое кормление не дает возможности проголодаться к следующему кормлению. А если он не проголодается, значит, у него будет не тот желудочный сок, не те ферменты и так далее. Головь должен быть, собака должна хотеть есть. И вот мы во взрослом состоянии, когда мы переходим от щенка на взрослое питание, делаем эксперименты. Вы знаете, сколько приходится делать экспериментов, чтобы найти правильный корм для собаки? Либо мы, что, если мы кормим натуралкой, значит, мы обязательно используем кашу. Ребят, вот тут вот тоже вопрос. Сейчас новая тенденция, то, что собака типа хищник должен питаться как волк, только забывая о том, что 20 тысяч лет собака находится рядом с человеком, собака домашняя. И уже давно трансформировалось питание собаки. Собака прекрасно усваивает углеводы. И когда институты, а это институт Волсон, это английский институт, который, институт работает над составлением рациона питания собаки. И если они говорят, что половина должна приходиться на углеводы, которые мы почему-то по нынешней тенденции исключаем, да? То есть каша должна быть. Я поняла. Смотрите, давайте вернем. Значит, получается, мы должны обязательно обратить внимание на возраст щенка и подобрать тот продукт, который соответствует возрасту. Да, мы говорим о натуральном кормлении, да, сейчас на данном этапе. И здесь очень важно, если щенку, щенок очень плохо, он заглатывает кусочки мяса. И мы, знаете, когда вот щенок маленький, мы ему делаем скобленку, мы берем нож, по мясу вот так вот водим, вот так, чуть под мороженому мясу. Вот так вот водим, 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 у нас накапливается такая субстанция мягенькая, вот мы все-таки кормим таким. Больше того, смотрите, щенок плохо усваивает провернутую через мясорубку мясо. Фарш имеется в виду, да? Да, фарш. Причем можно, вот если вы берете фарш, допустим, делаете, есть такая насадка на мясорубку, которая для бифштекса, крупные кусочки. Вот если кусочки такие попадаются, это все замечательно. Вот, то есть фарш щенок и собака переносит плохо. Мы увеличиваем кусочки мяса в зависимости от роста собаки при натуральном кормлении. Кашу обязательно, обязательно кашу. Учитывая то, что рис у собаки усваивается не так, как у человека, а полностью. Собаки на рисе толстеют. То есть у них крахмал из рисовой крупы усваивается 100%. Не усваивается перловка. Нельзя перловаться. Есть проблема с геркулесом. И вот знаете, в чем проблема с геркулесом? В аллергической реакции. Какие каши рекомендуется тогда? А я рекомендую геркулес, кашу-дрожьба, как мы называли. Это геркулес и рис, да? Если нету. Совместно? Совместно. Вместе с варьем. Да. А еще можно, допустим, гречка и рис. То же самое. Гречка, рис, геркулес, три каши. Учитывая, что на геркулес может быть аллергическая реакция. И десенка. Смотрим от собаки. От собаки. У кусочки мяса, в зависимости от возраста, мы увеличиваем. Помните, простоквашина. Мы говорим, давайте мясо в магазине покупать, там костей больше. И тут незапланированный вопрос. Знаете, в чем он заключается? Собака должна есть твердую пищу для того, чтобы зубы были крепкие. Эмаль бы служила долго и не было бы ее пожелтения. А для этого нужна твердая пища. А вот сухой корм, это не твердая пища, это мягкая. Собака должна жевать. Коленные чашечки, даже для йоркширского, даже для чихуа вот такого вот крошечного, как сейчас модно. Просто маленькую коленную чашечку? Нет, большую. Давайте большую, говяжью коленную чашку. Он будет ее мусолить там двое суток. Ради бога. Вот именно коленная чашечка. Да? Да. Если касается крупных собак, можно давать лопатку. Понимаете? Кости. Но кости... Так, в каком... Хорошо. Мы сейчас про щенка. Мы говорим о переход на взрослое питание. Да, да. В каком возрасте можно давать эти кости? Так, на смене зубов обязательно. Четыре... С четырех месяцев? С четырех месяцев. Причем, знаете, что существует вот такой вот... Такая легенда, что на смене зубов кости давать нельзя. Можно давать кости, потому что из костей собака убирает... Забирает себе коллаген, она забирает кальций. То есть, можно давать, но... Еще раз. Тут еще очень много зависит от сустава челюстного. Скажем так, пяти месяцев челюстной сустав собаки встает на место. И то есть, уже вот после пяти месяцев не вытянешь его, так скажем, да... С четырех месяцев? Сдвиг не будет, ничего. То есть, в пять месяцев встал сустав, давайте кости всем. Подводим итог, да? Да, давайте. Итог следующий, что очень важно знать возраст и рассчитывать рацион питания соответственно возрасту, соответственно породе. Что кормление лучше обязательно, только не два раза, не один раз в день кормить собаку. Потому что, но это расскажем потом, это очень сложный процесс. Желчь должна выходить у собаки. Как и человеку нельзя один раз в день питаться, да? Чем чаще, тем лучше, да, для человека. Собаке нужно обязательно три раза в день, даже взрослый есть обязательно. Дневное должно быть кормление присутствовать. Еще раз говорю, давайте вкусняшки. Щенок ест, ну, на мой взгляд, три раза, если кормите четыре. Если ест с удовольствием и не толстеет. Вот, ради бога. Значит, это раз. Дальше. То, что в зависимости от физической нагрузки питание должно быть. Это обязательно тоже. Дом или сидит на улице, живет или занимается спортом, тоже. Третий момент. Сухое, натуральное мы будем с вами еще обсуждать, но самое главное, я вам сейчас покажу свой секретный ингредиентик. Если можно, подойти сюда и показать. Вот это у меня такая есть таблица какашек. Видите? Да, не бойтесь этого вопроса и не бойтесь. По центральному телевидению я про какашки рассказывала. Очень важный момент. Это показатель какашки, это показатель того, правильно ли вы кормите собаку натуральным питанием или же сухим. Вот, вот эти вот, вот эти фекалии, так скажем, которые вы убираете на улице с помощью целлофанового пакетика, это обязательно. И сейчас во многих парках стоят специальные урми для фекалий собачек. Так вот, вот эти вот, вот такой вот вид какашек ваших собачек, убранных в соответствующее место, должен быть и показывать, что собака ест правильно. Все остальное, что здесь присутствует, это и есть таблица в интернете, она просто без объяснений. Есть. Так вот, вот это должно быть у вашей собаки. И когда вы выбираете за собакой, не должно оставаться следа, да, на земле и в руках не должно рассыпаться. Вот такая вот она должна быть. И если вот это есть, черные, как можно более темные, со стуком падающие на пол или на асфальт, это показатель того, что вы правильно кормите собаку. Ну, я думаю, теперь мы полностью знаем, как мы можем узнать правильность кормления нашей собаки. И мы сегодня не раз затрагивали тему натурального и сухого корма. В следующем видео мы с вами разберем варианты кормления натуральным питанием и вариант кормления сухим. Как они отличаются и как ими кормить. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и подпись. Ставьте лайки и подпись. Если вам было интересно или у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. И посмотрите, там ссылочка на наши курсы. Если вам хочется знать многое и чтобы 100% собака ваша была здорова, записывайтесь к нам и учитесь. Спасибо, что были с нами.